Женщины – существа довольно сложные, но вполне понятные, если разобраться и всегда знать, чего они хотят. А вот как вовремя узнать об их желаниях – это уже целое мастерство. Сегодня расскажем вам о восьми вещах, о которых втайне или нет мечтают все женщины. О принце. Вариантов может быть бесчисленное множество. Важно, чтобы всегда соблюдались несколько условий, чтобы был богат, красив, умён и влюблён. Идеальный вариант – это когда он на своих плантациях в Акапулько, ты в Москве, в роскошной квартире от него, с машиной от него и с его фотографией. О деньгах. Богатство, звон монет, хруст купюр, открытые двери бутиков и куча бриллиантов на каждом пальце. Это довольно неплохо, не правда ли? Довольно неплохо. Вариантов приобретения этого рая не перечесть. Для начала всё можно взять у принца из Акапулько. Также можно найти на улице, можно украсть, можно взять взаймы и забыть отдать. Можно получить наследство и всё такое. Заметьте, что слово «заработать» до сих пор не прозвучало. Вот такие они женщины. Реалисты. И прекрасно понимают, что деньги, которых им будет достаточно, заработать просто нереально. Побыть мужчиной. Каждая девочка хаотично мечется по жизни в поисках своего вечного мужского идеала, глухонемого и смирного капитана дальнего плавания, который 20-й год находится в беспросветной автономке, но не забывает каждый месяц прислать своей зазнобушке кругленькую сумму. А ведь никто из них не хочет однажды вот так вот проснуться с утра в образе этого моряка. Им сразу надо Брэдом Питом, поигрывая мускулами перед зеркалом, или ещё кое-чем. Спрашивается «нафига?». А затем, что став в своих фантазиях мужчиной, каждая девочка жаждет разбивать сердца, бессердечно бросать, жестоко искушать и вообще пользоваться как туалетной бумагой. Ну да, правильно, другими девочками. Которые тоже втайне мечтают потерять совесть, отрастить бороду и усы, или, в крайнем случае, дорого себе продать. А вечной молодости – это головная боль всех магов и алхимиков во все времена. Ингредиенты перепробовали практически все, но результаты пока плачевные. Все женщины всё равно становятся бабушками, и всё равно стремятся сохранить свою красоту как можно дольше. Но хорошо, что отсрочить старость в наше время уже возможно. Были бы возможности. Наряду с денежными в косметологии поднимаются этические вопросы. Каждая женщина решает сама, использует ли ей стволовые клетки, платить ли больше денег косметологам или собирать на даче травки, чтобы потом путём долгих манипуляций получить чудодейственные средства. Если ты до сих пор не подписан на наш канал, то прямо сейчас возьми да нажми на эту кнопку «Подписаться» и на колокольчик под этим видео, ведь всё самое интересное будет впереди. Владеть искусством магии. Ну и действительно, с этого надо было начинать. Если уметь колдовать, всё у тебя будет. И принц, и деньги, и остальные пункты нашего списка. Все женщины – ведьмы. На появление такого желания у молодых леди повлияли, по всей видимости, зачарованные. А у более зрелых желание быстро избавиться от конкуренток, причём так, чтобы они никогда не вернулись в своё нормальное состояние. Превратить надоевшую мрамойку в крысу профессиональной ведьме легко. И приятно. А главное – гуманно. Ну, не убийство и чёрт с ним. Узнать свою цену и немедленно получить всю сумму на руки. Несмотря на все запреты и табу, каждая девочка в возрасте примерно от 14 до 18 лет начинает понимать, что есть у неё кое-что, за что можно её отвалить. Чего угодно. Мороженого, денег, внимания, любви, яхты, дворца, парочку островов и так далее. Каждая из женщин в душе мечтает, что она и есть та самая королевна, за которую самцу не жалят слюня, ведь кровный миллион. И более того, если такой самец вдруг замаячит на горизонте, каждая не просто согласится, но даже охотно сделает щедрую скидочку, чтоб, не дай бог, клиент не нашёл более выгодное предложение. О бурном романе. Принц – образ очень статичный, всегда же заканчивается свадьбой. Когда свадьба позади, ваш принц становится вашим мужем. Спустя ещё некоторое время ваш муж становится очень предсказуемым. Не надо ходить к бабке, чтобы узнать, когда он принесёт вам цветы или купит подарок просто так. Он думает, что и в вашем сердце страсти улеглись. Но как же он ошибается? Почему женские романы названы женскими? Потому что в них всегда соблюдается основное правило. Максимум эмоций, накал страстей до последней страницы. Вот то, чего им так не хватает в жизни. Часть из них спасается чтением этих самых женских романов. Часть же их заводит. Знак боевое искусство. Абсолютно все женщины немного боятся ограбления или насилия. Страх порождает желание защиты. Защита самой себя ото всех. Самое эффективное. А боевое искусство очень в этом помогает. Да и вообще, тайны великих мастеров единоборств могут выручать и в повседневной жизни. Заблудились в лесу? Просто воспалите над соснами, и вам откроется дорога к машине. Забыли ключи от дома? Просто выбейте входной дверь кончиками пальцев. А ещё говорят, что единоборство тренирует сдержанность и силу воли. Со всех сторон приятное приобретение. Ну а на сегодня всё. Спасибо, что смотрели. Не забывайте поставить лайк, подписаться и рассказать друзьям о канале.